Приветствую вас, друзья! Атуг с Вильей собираются в Маркарт. Вилья хочет посетить свой любимый секс-шоп Настойкины ведьми. А, ведьмины настойки, точно. Вот. Милое, милое место, конечно. А Атуг? Атуку нужно там сходить недалеко от Маркарта, там в святилище какого-то Переайта и найти там Кешу. Иннокентий Смоктуновский. Ха-ха-ха-ха! Да. Это важный квест. Мы там в результате приобретем классный щит, вообще суперский. И тогда мы сможем мочить всех. Драконов, колдунов всяких. А то у нас, конечно, броня ничего так, нормально. Можно всяких супостатов херачить. Ну вот колдуны, сильные колдуны, там мы как-то вот там в прошлой серии можете поглядеть, там наткнулись на какого-то сильного колдуна. Какой-то некромант непрекаянный. Не-не-не, некромант, пиромант, во! Да он там был испек, атука, и вообще всю его банду просто за пять секунд. Такая микроволновка, хрячь и все. А, молодец, нашла ингредиенты. Это, наверное, у меня что-нибудь упало сзади. Какой-нибудь ингредиент. Эй! Такси! Э, э, а где это, блин? Яндекс.Такси ядрен батон. Ну и куда этот хрен свалил? Э! Извозчик! Ты где, твою мать? Нам что, пешком шагать, что ли? Твою мать. Мужик! Эй! Ау! Водила! Хренов! О, вон там какой-то хрен капусту ковыряет. Ты что, уже огород тут посадил? Ха-ха! Давно никого не было? Да нет, это фермер какой-то. Если нужна лошадь, поговори с моим папашей, с кульваром. Хер мне твоя лошадь, мне нужен... А, вон он сидит! Вот хер! Читает! Бьерлом! Поехали! Ну, куда едем? Куда едем? Маркарт! Морфол, ты целитю, ты где... А где этот Маркарт? О, вот он. Маркарт! Залезай в повозку и отчаливаем. Давай, хорош тут разглядывать книжку с картинками. Умник хренов. Приходилось бывать Маркарт? Бывал! Говорят, его гномы построят. Гномы, наверное. Сидят себе там. Ищи его. Это тоже такой мод. Стоять, чтобы люди как бы вели себя более естественно. Но они и ведут себя более естественно. Сидят где-то по кустам. О! Ядрен батон. Слушай, а мы же хотели по магазинам сходить с тобой. Ты не забыл о ингредиентах? Я тебе там что-нибудь давал? Конечно! Не помню. Есть у тебя? А, нет, ты все уже продавала. Все нормально, значит. Хорошо. Да, пойдем. Сейчас главное успеть чувака там зарубить, а то бабу зарубит. Так, меч надо достать сразу. Что у меня есть хорошая отмычка золота? Нечего по улицам шарахаться одной ночью. А, какой-то хрень, из-за которой тебя хотели прибить, ты хочешь теперь чтобы меня убили? Какой-нибудь опять на меня напал. Че он на тебя напал-то? А, ну да. Кулон, чтобы подарить его сестре в имперском городе. А, понятно. В два часа ночи ты выбирала тут кулон. А что он про изгоя форал? Я слышу про них. Вроде они живут в холмах, нападают на путников и торговые караваны. Прости, больше я ничего не знаю. Я просто путешествую. А, путешественница из Сиродила. Ах ты. А может посидим вечерок? Прощай. А, ладно, я же с Виллией. Мясо тут кусками валяется. Ладно, пойдем в кабак. Вилли, пойдем. Нам же все равно надо где-то ночевать. А где весь народ-то? А че они вообще все свалили куда-то? Ни хера себе никого нету. Эй, люди! Вообще, что ни хера никто не работает. А сколько времени? Спят, что ли? 3.47 утра. Эй! Эй, хрен! А, иди к кляпу, да? Борщ. Хрюка! Не обращай внимание на урок. Мои родители вечно ссорятся. Так, эти все спят. Где трактирщик? Трактирщик, хрен ты, боржовый, где ты? А здесь просто нельзя. Ни хера. Где этот вахлаг? О, не надо нам взломать двери. Эй! Трактирщик! Вот сука. Ворсток это не трактирщик, это какой-то хрен, да. О, может здесь? Ни хера тут никого нету. Ну и все. А здесь? О! Вот он, козел, спит. Клеп. Это таверна серебряная кровь. Угадай с трех раз, кто ее хозяин. Да, ты, говнюк. Давай комнату. Хорошо. Она твоя на день. Знал бы, переночевал там он с Вильей в палатке. Давай спит. Кабаки должны круглосуточно работать. Скайрим это фактически проекция России, а в России все работают круглосуточно, ночью все веселятся. Днем спят на работе. Утром спят в транспорте и вечером тоже. А ночью веселятся. Все? Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Ага, дам. Вот козел. Ладно, Вилли, спим. Четыре часа поспим. Пойдем сходим потом в настойку в твою. О, пошли, подруга боевая. О, народ зашевелился. Лохлаки. Гоги. На женщину попали прямо на улицу, у всех на глазах. Да что ты говоришь? Что произошло? Да понятия не имею, я только что вышел. Изгой? Странно. Ой, зря ты туда и отрасли. это выпало из кармана. Ну да, Это записка, по-моему, важная. Угу. Ладно, посмотрим твою записку важную. Надо тебе это, тебя же убьют потом. Инструкция, вот, записка. Встретимся в святилище фалоса. Так, хорошо. Я надзираю за плавильней в Маркарте. Надзирай дальше, надзиратель. Идем тут на стойку медьмина. О, о, смотри, открыто. Эй, ведьма, настойки есть? Ух, сколько тут баб-то. В ведьминой настойке ты найдешь все, что может тебе понадобиться. Ну, давай посмотрим. У меня есть зелье от болезней, любовного недомогания, противных детей. О, от противных детей, это хорошая настойка, давай. Погляди. Так. О, Флора Тамриэля с иллюстрациями. Отлично. Спасибо, бабуля. Отдыхай. Только скажи, если нужно будет тебя полечить, или еще что-нибудь. Ну, я еще не так сильно болен, чтобы тебе отдаваться на лечение. Да, у меня вот Флора Тамриэля попалась, да, хочешь? Вот, мне удалось достать для тебя, дорогуша, тебя массаж и ужин. Во. запомнишь, а до тех пор будешь пробовать каждый свой отвар перед продажей. Да, вот это правильно я понимаю обучение. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Либо запомнишь все травки, либо пробуешь каждый свой отвар перед продажей. Ха-ха, что-то не так сделал и все. Хе-хе-хе. О, слушай, по-моему, у меня тут есть эти ножны окраша, да? Да. Тацит Салутцит, а я думал Толстопуцый. Салутцит Толстопуцый. Ага, Горза, привет! Землячка. Что они так с учеником своим? С Тацитом? Мальчишка-имперец. Я раз за разом учу его обращаться с железом, но он никак не поймет. Ну и хера его тут... В середине имперские кузнецы читали книги, когда не могли управиться с молотом. Наверное, они так древней мудрости набирались. Наверное, набирались. Если найдешь книгу под названием «Последние ножны окраша», принесешь ее мне. Тацит явно не из тех, кто может учиться на примере. Да, книга ему тоже не поможет. Вот, на, принесу. Вот, держи, я как раз... Книги. Не понимаю, почему имперцы так их ценят. Мальчику это, впрочем, пойдет на пользу, если будет на то воля молока-то. Конечно, он будет сидеть читать книжку вместо того, чтобы махать молотом. Давай. О, кузнечное дело повысили. Вот, видишь, как хорошо. Все, пойдем отсюда. Если тебе нужно будет что-нибудь выполнить. Да, да, да. Вилья, пойдем, нам надо идти к Переайту, Кешу искать. Иннокентий, ты где? Мы идем. Тут ни хера никого. А где мясник-то? Тоже свалил. Мне надо бы стоять за прилавком. Мясо сопрут. Кажется, дождь собирается. Надо бегать за зонтиком. А сколько время? Мы тут не поздно вышли? О, 10 утра. Нормально. Самый выход выходить на дорогу. О. Пойдем, пойдем, Вилья. Иннокентий нас уже, наверное, не заждался. Ну, плюс, там еще наверняка какие-нибудь бандюки попадутся по дороге. Мы, конечно, с тобой тут сразились с какими-то. О, смотри, какая картошка-то у них хорошая. Картопля уродилась. О, черт, были же в магазине, забыли спросить эту хрень. Ну, ладно. Слушай, ты лучше меня тут пробегаешь. А, нам же что-то там нужно. Я забыл из списка. Что тут? Все время забываю. А, чешуя рыбоубийцы и стержневой корень. Без штуки. Стрержневой корень. Может быть, нам попадутся эти бегают тут, сприганы. смотри, там впереди какая-то хрень. Кого мочат? Следующий воин мах. светоносный патрульный что-ли? Что за патрульный? Дайте выпить надо. Я там думал, что-то мы тут всех мочим. Жареную куриную грудку, нордский мед. не доживешь. Не доживешь. Да еще кто не доживет? светоносный патрульный. Давай, Вилли, мочи этого козла. Лейтенант. еще кто-то тут? Что-то про сердце ты там базарил. Все что-ли? Вилли, я же говорил, мы только вышли, тут такое веселье сразу это. Мах. Зал золота. Так. А где эти у нас тут все? Следующий мах воин. Ничего не следующий. Лейтенант. Что лейтенанта есть? золотишко есть, молот апатий берем, стальной кинжал. О! Вилли, я тебе нашел эльфийский щит. Хватит тебе с бандюканским ходить. Двимерский боевой топор. Ну, взять. минутка поболтать. Ну, давай, присядем, поболтаем. О чем хочешь мне сказать? Глаз саблезуба. Черт, а мы только продали глаз саблезуба. Ну, ладно. Найти саблезуба. Да, их тут полно. Завалю для тебя саблезуба. Мне сложнее тут другое то, да. Не переживай, найдем. О, это прекрасно. Я должен сказать, что это саблезуба выглядит очень опасно. Я не пытаюсь убить одного на своем. В одиночку, да. В сумки заглянем. Продажу я тебе не давал глаза саблезуба? Не давал. Ну, ладно. а у меня тут нету случайно глаза саблезуба? Я все продал. Все прах, прах. Пойдем, пойдем. Сейчас найдем саблезуба и все будет окей. Тут тоже около святилища Кеша иногда там бродится в лезуб. Иногда медведь. Вообще там все равно тебе еще потребуется я знаю, что тебе потребуется. Тебе еще потребуется кость дракона, а мы еще с драконами даже не встречались. Но если мы сейчас с Кешей разберемся, а сейчас мы с Кешей не разберемся, мы сейчас у него только возьмем задание. там прах вампира у нас есть, а серебряный слиток у меня кончился наверное. Ну это мы купим. Ядовитый колокольчик. Не помню еще все ингредиенты. Ну ладно соберем, главное нам Кешу найти. Кеша, Кешенька. нет и слава проклятая. О, там по-моему сюда, не? О, да-да-да-да-да-да вот от того пня вот сюда. Я же говорил, я все здесь дороги знаю. А сприхонов этих полно там в Фолкрите. Там их вообще на каждом углу. Мы их там навалим с тобой сколько надо. Сначала надо все для Кеши сделать. Что-то тут сейчас даже медведя нет. Вообще тут заяц какой-то. Эй! Где все попрятались? Ладно, Кешу главное нашли. Главное мы нашли этого козла больного. О! Иннокентий, привет! Паломничею, я паломник, да, паломник я. Мне надо с ним срочно связаться с Переайтом. Просто кишка тонка, чтобы принять моего господина. Но ты нравишься Кешу. Переайд порой говорит с тем, кто принял его в себя. Угу. В общем, если хочешь услышать его слова, понадобится благовоние. Понятно, надраться какой-то дряни это значит. Ну давай мне, что там, благовоние. Ядовитый колокольчик. Ядовитый колокольчик, серебряный слиток, безупречный рубин и прах вампир. Вот, безупречный рубин будет тяжело найти. Вот, черт. Добыть прах вампира, добыть серебряный слиток. Добыть безупречный рубин. Выполнено. Прах вампира мы добыли. Ядовитый колокольчик, добыли. Нужно что-то? Нужно, да, вот, прочитаю. А-а-а. Так. О, смотри, красноречие повысилось. Да, где же это все добыть-то, ядрет батон. Особенно безупречный рубин. вот это вот сложно. Все остальное это ерунда. Ой, не сюда залез. Слиток купим или отнимем у этих. А вот безупречный рубин. А вот здесь какая-то жила есть. Если мы по ней долбанем, мы не сможем добыть чего-нибудь. серебряная жила. Зато мы сможем добыть серебра. Из серебра мы сделаем серебряный слиток. Может быть. Да, проблемка. ладно. Хер с ним. Лекарство и компаньон Вилли. Найти глаз. Найти глаз заговор изгоев. Это мой удар. ликвид 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 И где у нас эта серебряная рука прячется? Ух! Куда нам херачить-то? Тревская застава. Я думаю так. Вилли, пойдем-ка мы туда пешком. Места тут не пуханые. О, смотри, я там вижу жилу какую-то. Сейчас мы ее тоже разработаем. В общем, нам надо все разрабатывать жилы. Лошматить. Придется обойти все бордели. Хе-хе-хе-хе. Да, твоему отцу правильно нравится этот рогатый шлем. Мне тоже нравится. Черт, дождь пошел и тут все начало тормозить. Зараза. я же видел отсюда. Наверное, эти корни принял долбаные. Долбаные. Ну, ладно, ладно, ладно. Нам вон туда. все. Так, Вилья, у нас дальняя дорога. Будем питаться корешками, спать в одной палатке в обнимку все такое. Так, шагаем, вилья. о, смотри, вот мы здесь шли. Пискари всякие, нам надо еще рыбоубийцу захерачить. В общем, нам надо много кого захерачить, чтобы добыть классный щит. А щит нам нужен для того, чтобы хорошо мочиться на драконов, не боясь, что они тебя что-нибудь откусят. Вот. В общем, у нас появилась цель в жизни. Главное не заблудиться. Это я не про цель в жизни, это я имею ввиду про эту местность. Хотя в цели жизни тоже это не заблудиться по жизни, а то заблудишься нафиг. Мы здесь ходили или нет? Что-то места как-то. Вроде знакомые, вроде незнакомые. Ладно, пойдем. Погода-то вот знакомая. на Урале помню, был с другой Вильей, Галка зовут. Там тоже лил дождь постоянно. Постоянно, целый месяц. Три дня только не было. Дождя, это как раз революция в Москве была под названием Пуч. Да, видно, там как раз тучи не разгоняли и все тучи ушли туда. И вся страна вздохнула свободно. Так. А пока мы так весело чапаем здесь это по просторам и будем напевать хором. Краб-то у нас есть? Вилья, мы пойдем туда короткой дорогой. Зато через красивые места. Заодно зайдем к Ярлу Фолкрита. Он там нас что-то хотел видеть. Наверное, мы уже достаточно прокачались. Видишь, нас заметили такие крутые Ярлы. Ну, может, не самые крутые, но зато самые такие о себе такого мнения высокого. Моя сестра боится пауков, да я их тоже терпеть не могу. Осторожно, это нервные ребята сейчас. Да иди нафиг, если бы надо было, я бы тебя сейчас вообще ухерачил бы тут. А он там что за толпа идет? Это либо эти таджикские торгаши, да они. Привет таджикам! Как торговля? Ничего так? О, слушай, а может у тебя что-нибудь есть нужное мне? Ну-ка. Стой, куда пошел? Эй, присад! Дольше мы странствуем по дорогам Скайрима, тем пустыннее кажется земля. Да, все деньги выгребли, конечно. Погляди. Что у тебя там есть? Есть что-нибудь? Лунный сахар, ну понятно. Бифштекс из Хоркера. Ну, давай сюда бифштекс. Возьму. Это нам не надо, а из этого у тебя что-нибудь есть? Лунный камень, руда серебряная. Мы все равно тут накопаем. Ничего нам такого не надо от тебя. Ладно, будь здоров. Дорога приведет тебя в теплые пески. Мы как раз на юг и идем. Дорога нас приведет куда надо. Не, не сейчас, не сейчас, дорогуша. Я понимаю, тебе хочется куда-нибудь нырнуть в какую-нибудь пещеру, спрятаться от этого поганого дождя. А смотри, у меня доспех со шкурной чухой. С черной шкурой. И рюкзак черный. А у тебя доспех коричневый. И рюкзак у тебя коричневый. Что с изгоями? Да они чокнут эти, изгои. Послед. Вдруг пригодится. Чего с ними не драться? А с кем драться? Ну, не то кажется тебе. Разбойниками. Разбойниками, между прочим, тоже жители Скайрима. Девушки мечтают носить деэдрические шлемы. Хм. Да то он крутой, реально. Такой с рогами черным. О! Саблезуб! А ну отдай глаза! Иди сюда! Отдай глаз! Сука! Ха-ха-ха! Вот. Лыки. Ничего, Вильям, мы сейчас еще его попотрошим. Может быть еще у него... Устала от этого места? Тебе надоело что ли этот Маргар? Это его окрестности. Давай шкуру снимем с него. Продадим. Вот дорогая шкура. Ингредиенты. Клык. О! Глаз! Есть! Отлично! Выкинем его саблезуба. Нахер! Вильям. Вильям. Вот тебе глаз саблезуба. А? Хе-хе-хе. Я же говорил достану, а ты говорил не достанешь, не достанешь. Вот. Вот. Отлично. Мне теперь осталось собрать собственную коллекцию. Пойдем. Че ты хочешь? А, еще поболтать? Ну давай. Давай. Все равно дождь идет. Гриб. Кровоточащий венец. А, найдем. Я знаю. Знаю. Я знаю, куда ты мне скажешь сходить. Опасный способ получения образца. Это мне нравится, нравится, да. Люблю опасные способы. О! Логово некромантов. О! Класс! Пойдем некромантов погоняем. Да. Идем. Конечно. Да, да, да. Отлично. Я понял. Добудем, добудем. Мы как раз идем в ту сторону, так что это… Да. Мы идем в ту сторону, но нам надо там завалить какого-то предводителя серебряной руки, вырезать у него серебряную печень, отбить ему серебряные почки и оторвать ему серебряные яйца. Хе-хе-хе-хе-хе. А потом пойдем в логово к некромантам. И им там все тоже поотрываем. В общем, Вилли, оторвемся мы с тобой. Смотри, тут козел. Ну, мы даже с него брать ни хера не будем. А вдруг у него есть бриллиант? Они иногда съедают такую хрень. Давай посмотрим. Хе-хе. Нет, у него только шкура козы. Вилли, а ты где? Нет. Нам еще надо рыбу поймать где-нибудь. Не видать тут рыбу-убийцы? Тут одни какие-то караси плавают. Ой. Надо водоем какой-нибудь побольше. Тут убийцы разгуляться-то негде. А здесь, в этой луже-то точно рыбу-убийцы не будет. Потом ее надо будет выгнать на мелководье и там уже прикончить. Хотя можно и из лука подстрелить. Поговорить? Ну давай еще поговорим. Приспичило, хочется поделиться воспоминаниями. Давай, мне тоже интересно надо. Ну да, флейта-то твоя куда-то девалась. Да, ну этот твой мудак шлепок твой тащил, я понял. Да, смеялся, смеялся долго так. Понятно, ты очень страдаешь о том, что флейта пропала, должна стать его женой, а не бардом и не вертеться на шесте с голой жопой. Я понял. Он не хотел, чтобы ты с голой жопой вертелась и дула в чужую флейту. И поэтому он продал кому-то. Он сказал, что первое право жениха, он должен тебе что-то вдуть куда-то. Я понял. Ты хотела немедленно отправиться и найти этого каджита и вдуть ему. Но неожиданно заболела бабушка. Бабушка, естественно, была важнее, чем какой-то каджик со своей флейтой. Да, тем более было недолго, мы остались рядышком, понятно. И бабушка подарила тебе эту бутылку, и ты ее приперла сюда, и так мы с тобой встретились. Да, ты мне говорила, что бабушка наследовала от бабушки и так далее, много бабушек. Ну, она вышла замуж, поэтому и ты, в общем-то, тут и есть все, и чувствует вину, да. Да, ты решила закончить это дело с женитьбами, с бабушками, с бутылками, найти каджита, всунуть ему флейту. Понятно. Чем тебе еще помочь? Да, она говорит, что очень было бы хорошо помочь вдуть таджику, таджику в флейту. Будем бардов спрашивать, да. Сиродинской, Кизиловой, да. Хозяев таверн тоже поспрашиваем, хорошо, вдруг они должны выйти. Да, и вообще просто таджиков спрашивать, у них же есть родственники, да, у них родственников больше всех. Ой, ну давай, я понял, ты будешь мне играть на этой флейте, я буду счастлив, все. Я понял, пойдем отсюда. Ужас какой-то. У меня аж горли запершило, а переводить твой треп. Здесь нет рыбоубийцы? Рыба! Никаких рыб. Пойдем, ладно. Чешую лучше купить. Какой парень тебе задает вопросы? Где? Ой, я же тебе собирался щит подарить, вилья. Конечно. А ты мне мозги засрала своими бабушками, флейтами. Где тут щит? На. Эльфийский щит, такая вещь классная. Больше я тебе пока ничего не могу дать. О! Давай щит диггеров, хватит тебе с ним ходить. Как бандитка какая-то. Всяга, ты меня. Ходи, у тебя уже есть эльфийские перчатки и эльфийский щит. Ты у меня самая красивая. Я тебя еще не так разодену. Хвозлик бежит куда-то. За ним кто-то гонится что ли? Это волк. Волчара. Ты что, бесстрашный волк что ли? Волков тоже бывает иногда эти. Нет, иногда у них камни какие-то. Они как эти, как тетерева. А, они, наверное, съедают тетерева, который склевал камушек. Поэтому у них в пузе чего только нет. Тетери фаршированы драгоценными камнями. Так. Ладно. Неважно. Видишь, сколько у нас много дел. Вон еще какой-то путник идет. Давай вас путем. Путник, привет! О, земелья! На грудь. О, извините. О, извините. Ну, передавай привет землякам. Маме помогаешь. Хороший на группу. Добрый на группу. Хороший сын. Вот. Интересно, завтра мы тоже будем идти под дождем? А может быть, его там за перевалом нету? Что-то затянуто вообще тут просвета не видать. Никакого. Можжевельник там не нужен? Вилли, тебе можжевельник нужен? О, что-то интересное нашла. О, мы подходим к месту, где всегда что-то происходит. Ну-ка, кто тут? О, я же говорил. Ха-ха-ха. Разбойник без серг. Без чего-то. Один готов. На тебе. И вот еще порожишь щитом. Хе-хе. Да не говори. Это просто разбойник. Кусок сыра? Да возьмем. Ай, все забрали. Ну ладно. Сейчас еще берсеркеры этого. Я же говорил, что здесь всегда что-то происходит. Ну пойдем дальше. О, слушай, вон там торгаш какой-то идет. У таких торгашей бывает чего-нибудь интересное. Вдруг у него есть этот. Коробейник стоит. О, нет. Спасибо за помощь. А если нужны припасы, у меня есть немного на продажу. Так мы еще и тебе помогли. Ну-ка покажи, что у тебя есть. Побляди. Глаз саблезуба, лавандами, но ветка сейчас серебристой, снежные ягоды и остальные. Извини, дружище, у тебя ни хера хорошего нет. Снали бы, не спасали. Хе-хе, шучу. Хе-хе-хе. Ладно. Хорошей торговли. Будь здоров. Может ты нас наймешь? Мы будем ехать на твоей лошади и охранять тебя. Никто к тебе не подойдет. А мы будем ноги беречь. Слушай, а мы сюда идем? Что-то как-то не похоже. Какие-то здесь места незнакомые. А, нет, сюда, сюда, да. О, точно, здесь эти будут. Сприганы, я знаю там пару местечек. О, охотник, а может у него есть чешуя? Охотник, ты не рыбак? Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. О, ну и что у тебя там есть? Эх, ни хера у тебя нету. По-моему у нас кто-то плюется. Какая-то сука. А-а-а, паучок. Один готов. Вот и второй. А вы тут не сожрали никакие... Да ладно, нахер они нужны? Кто там сожрал, не сожрал? Пошли. Так, погоди, я с этими пауками запутался. А-а-а. Кого ты там, оленя увидел? Что-то там... Кто-то в лягушку в Винтерхолде превратил. Ладно, пойдем, сейчас выйдем. С этими пауками я закрутился и у меня это... Мозг съехал налево. Какой-то странный шум. Да-да-да. Ты тоже слышишь, Вилли? Тоже? Я же говорю. Как будто где-то камни сверлят. Может здесь каменоломня рядом? А там какие-нибудь рабы томятся. А ты не смотри на этих скрюченных. Да. Надеюсь, я правильной дорогой иду. Что-то я тут это... Так, это куда-то нахер наверх. Это на низ. Сейчас разберемся. О, сюда. Сюда идем. Тут уже чуть. Вон она дорога. Тут она какая-то странная. Ой, смотри, погода наладилась. Какая прелесть. У-у-у, летай туча, у-у-у, летай туча, у-у-у-у, лета! О, волки где-то воют. О, слушай, сприганы должны вон там быть. Вон там какой-то этот... Ёлка нарисована, место отдыха, значит, там отдыхают сприганы. Что очаровательно? Да тут все очаровательно. Слушай, почему никого нет? Мы идем-идем, никаких не бандитов. Вот тут какие-то башни. Давай в башню зайдем. Может, там бандит какой-нибудь сидит. А у него что-нибудь... А у него безупречный рубин. Нам же нужен безупречный рубин. Пока не найдем безупречный рубин, вообще мы не можем... О, смотри, тут бандиты, целая куча. Ура! Наконец-таки. Дай-ка мы съедим что-нибудь. О, бюштекс из Хоркера и выпьем ее. А то... Так, один покрылся. Ты думаешь, ты можешь меня встретить? Пойдем. Надо сначала валить. Дочь молота. Есть. Для Норда. А мы ворки, мы здесь тоже живем. Нахер тебе, блин. Для Норда. Патриот ты херов. На тебе по всей роже. Так, а ты кто? Громила? Видали и погромили. Что-то у тебя с лицом. Отлично мы тут со всеми разделались. Так, Вилья. Ну, смотрим, есть у них бриллианты. Оникс есть. Меховая броня, отмычка. Щит и меч. Золото. Скума все такое. Что-то там, мне кажется, нет у них нихера. Какие-то они нищеброды. Ой. Где-то здесь еще колдун какой-то валялся. О, мах. Ну, сыр возьмем. У нас уже сыра этого хоть жопой жри. Надо его продать и купить нормальной еды. О, смотри. О, это ж ученика я с новичком перепутал. Ну, отлично. Давай поглядим, что тут у нас. Сундучок. О, путеводная звезда Меридия. О, давай, там меч хороший. Новая рука коснулась знака. Слушай. Слушай меня и повинуйся. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Хорошо. Отлично, сделаешь. Ну, мы сейчас кое-какие дела уже другие доделаем, а потом уже пойдем с твоей чашей заниматься. Будем в тех краях, зайдем обязательно. О, смотри, какая-то книжка. Я за... Ты твою мать! Про эльфов тут. Нихера не сундука. О! Там какой-то разбойник. О, вон там, смотри, там еще какой-то книжка. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. О, искусство взлома болтов. О, замков. Ха-ха-ха-ха. А, так ты же еще не добитый, оказывается. Пороче, дерьмо. За оскорбления национальности вообще получишь сейчас по всей роже, козел. Сколько времени-то? Уже небось вечереет, да? О, 8 часов. Вилья, нам надо день-нибудь с тобой переночевать. Что мы тут ночью будем шарахаться? Давай сейчас на ровненькое место выйдем, и ты там палаточку поставишь. А утром пойдем. Давай вот сюда, вот наверх. Надо же выбрать место нормальное. Ровное. Вон, смотри, светлячок. О, вот здесь, смотри. Пойдет. Отличное местечко. Давай. Покажи свои таланты, Вилья. Ночь тут проведем. Поставь палатку. И чокай, оставь палатку. О. Молодец. Можешь передохнуть. Готовая идея. О. Отлично. Вот у нас тут есть сундук. Можно туда что-нибудь положить. В принципе-то. Не всегда удобно. Безупречный гранат. Ох ты, а нам кто нужен? А нам нужен безупречный рубин. Вот твою мать. Ну, ладно. Вилья, баньки легла. Они говорят, что даймоны это девчонки лучшие друзьями. Но, в моем мнении, девчонки лучшие друзьями это неудачная мечта. Судья с сонкой. Давай, Вилья, снимочек. Фотографию. Вот такую фотографию. Что делает это вкусно? Еще вот орка около котелка, надо шапочку снять О, F8 Вот так фотку, еще фотку Романтичная ты девушка Ну что ж, ложимся Сколько отдыхать Так, сейчас девять Значит девять часов и отдыхаем Рано утром выходим У нас там сприганов надо добыть Рыбу-убийцу-то не знаю О, ну отлично Вилья, пойдем Давай выйдем С палатки, а ты ее уберешь Иди сюда Вилья Так Да, можешь Давай-ка Пора собрать лагерь Вот молодец Вот молодец, видишь как хорошо Пойдем, Вилья Вот, если долго по дорожке Если долго по тропинке Бегать, прыгать и бежать Обязательно нарвешься На кого-нибудь в лесочке Могут это быть и волки Лошади Лошади, ну лошади нам нахер не нужны Волки тоже, если они нас не трогают Ой, слушай, пойдем туда вот к дереву К этому, нам наши сприганы Сприганы нужны? Нужны Стержневой корень-то нам нужен Так С ними будет, наверное, нелегко Давай съедим сыр Ой, не сюда Вечно-зеленая роща Я думал, тут сприганы будут Какая-то книжка плавает О, навык алхимия Интересно А это кто? Алхимик О, сердце Деэдра Это вещь хорошая Корень нервный Да, что-то А я думал, тут эти будут Ну ладно, я еще знаю пару мест Красиво Пойдем около водопада сфотографируемся Вот сюда вели О О, смотри Фотка Это что, типа волк там на нас хочет напасть? Эй, придурок Глупый ты, волк Я б на твоем месте Лучше б сбежал Вон там, я знаю, должно Может быть это Ого 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 Ах ты жопа такая Пойдем, Вилли, надо вот к тому сходить Это Мы просто гуляем тут О, вон там вот может быть сприган сидеть Ты сделаешь мне красивый Пойдем Это Очень весело А кто здесь Медведя-то Узавалил Ну С медведя-то Мы шкуру Заберем И даже не одну А недорогого Стоит О, нет Что, медведя-то И жалко, да? Хе-хе-хе Не печалься, красавица О, видишь Я уже еще лучше снимаю шкуры О, хорошую шкуру снял с медведя С нее можно Две Или продать эту в два раза дороже Она охрененно стоит Сколько она стоит Медвежья шкура О, хорошая Сто рублев Это восемьдесят Да не так она и хорошо и стоит Может шкура саблезуба Получше Тогда с хорошей лучше сделать Две шкуры медведя таких И продать их Точно Так и сделаем Ничего тут интересного не валяется Магия Мы еще вот это вот Черт, тена Правление жития Сторона света Кулинария Прекратить бой Изобретать О, инстинкт Инстинкты Вот тоже Надо нам костры разжигать Тогда Инстинкты хорошо прокачаются Что ты там говорил? Извини, я тебя прослушал Во, смотри Отлично Нашли Спригана Отлично Увалили О, живица Спригана А нам нужен Сержневой корень Вот так всегда Ну ладно Сундук Может в сундуке Что-нибудь Золото Одноцвет Ни хера Ни черта Зато бандюков Здесь вот Целая куча Мертвых Воины Слиток стали Это хорошо Ну пойдем Вилья До Фолкрита То дойдем Я знаю Там еще в одном месте Сприган есть А еще в этом есть Это Магазин Химический Как-то название У нее такое Интересное Типа Отрави соседа Или что-то В этом роде Хороший яд В общем Что-то так О, смотри О, смотри Продолжай 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 Пойдем Кузнецу Сходим Тебе Тебе не попадался Но Давайте я продам Что-то Лучшее оружие И броня Так Во-первых Глянем Нет ли у тебя Серебряного Слитка Льда Серебряная У тебя есть И такая Дешевая Надо у тебя взять Ой Вот Идиот Платит Дважды Потому что Это же Наша Мы должны Это ему Продавать Топор Этот Продать Кинжалы Короче Боевой Молот Охотничий Лук Стальной Кинжал Стальной Меч Вот Тут Всякие Броньки Щиты Никому Не нужны Шлемы Ну Все равно Вот Кое-что Тут Продали Ну и Шкуры Все Продадим Хер Мы там Будем С ними Будем Любаться Вот Так Вот Все Будь Здоров Если Понадобится Оружие Или Броня Приходи В кузню Я понял Давай Здесь Где-то Сколько Время 8.17 Мы уже Открылись Все О Вот Здесь Какой-то Магазинчик А Мертвый Припарк Я говорю Отрави Соседа Что У меня Есть Наверняка Ты найдешь То Что Ищешь Конечно Новичок В городе Может Новичок Хочет Чтобы Я ему Что-нибудь Смешала И Что Ты Мне Смешаешь Что У тебя Есть На Продажу Так Живиться Спригана Нам Не Надо Мы Сами Можем Продать Икра Клешня Че Нихера Нет Что Ли О Стержневой Корень Два Взяли Отлично Чешуи Рыбоубийцы Нету Ладно Кое-что Мы Уже Раздобыли Ну ладно Будь Здорово К Ярлу Фолкрито Зайдем Он же Нас звал Нехорошо Так Пройти Если бы Даже Не звал Надо было Было бы Зайти Представиться Мол Ярл Я вот Здесь Хожу По твоим Землям Может Быть Если Тебе Что-нибудь Нужно Могу Попутно Сделать Привет Яру Чего Тебе Надо Да Я Отух Привет Ты Меня Звал Ты Ну Теперь Посмотрим Правду Ли О тебе Люди Говорят В моем Владении Есть Шайка Разбойников И Раньше Мы Ладили Негласно Поначалу Они Платили Как Полагается Но Теперь Пора Все Подчистить Займись Этим Хорошо Хорошо Да Сделаем Как По дороге Будет Припасы Достать Можно Только На Удачу Закро Оружие Храни Подается Желчная Шахта Ну Если Мы Туда Будем В тех Краях Сейчас Мы Не Туда Идем Ну Вот Ну Что Ж Ребятки Последний Кадр Вот Так Вот Мы Еще Снимемся Красивый Кадр На фоне Тумана Нормально Без Вилли Правда Но Все Так В общем Ребята Мы С вами Прощаемся До Следующей Серии Пора Нам Здесь Это Сделать Перерывчик Небольшой С Вилли Продолжаем Свой Путь В поисках Приключений Попутно Выполняем Всякие Задания И Еще Я для Вилли Собираю Вся Какую Хрень Чтобы Она Могла Откупорить Свою Бутылку Ну В общем Длинная История Кому Интересно Смотрите Сначала Пока Пока Подписывайтесь На канал